Конкурс «Слава Созидателям» два года проходит в городах присутствия госкорпорации «Росатом», в том числе и в нашем городе. За это время учащиеся десногорских школ записали несколько сотен видеоинтервью с представителями старшего поколения разных профессий. Они с удовольствием рассказывали о времени строительства города и станции, о своей молодости, трудовых буднях и достижениях. Все участники получили благодарственные письма и памятные сувениры. В церемонии награждения приняли участие заместитель главы города Александр Новиков и председатель комитета по образованию Татьяна Токарева. Хочу сказать, что все участники конкурса, все ребята, которые снимали ролики, они на самом деле являются победителями. И очень тяжело было из 114 роликов отобрать вот эти несколько, которые можно признать победителями. Те истории, которые они узнали в течение всего проведения конкурса, они, несомненно, помогут в их дальнейшей жизни. Поэтому я желаю вам всем удачи, желаю не останавливаться на достигнутом. И в следующем году, так как правильно сказала ведущая, еще не все истории мы узнали, еще не все люди нами затронуты. Мы будем продолжать этот конкурс, будем продолжать этот проект. На федеральном этапе Всероссийского конкурса Десногорск представит 10 видеороликов. Слава Созидателям, во-первых, даже словосочетание очень прекрасное. Это очень важно в первую очередь, конечно, детям. Потому что они знакомятся с теми людьми, которые создавал город, кто работал в самом начале, кто строил станцию, те, кто его обслуживал, наши учителя первые, наши первые врачи. Не кажется, сейчас помнят их, если честно говоря. И поэтому, когда молодой человек, ребенок разговаривает с этим человеком, перед ним встает не история в картинках, а история живая. Естественно, что он воспринимается совершенно по-другому. Все это переживает, и у него откладывается отпечаток в большом душе. В подарок для всех гостей воспитанники Детского дома творчества подготовили концертные номера. Субтитры создавал DimaTorzok